Мать, забившая насмерть свою дочь молотком и отверткой, оказалась на скамье подсудимых. Шокирующая трагедия произошла летом. И сразу после случившегося женщина сама сдалась полиции. На начавшемся суде она не проронила ни слова. Почему вы так с дочерью поступили? Она взяла молоток, подошла к спящей дочери, нанесла ей не менее 15 ударов по голове. Она взяла отвертку и нанесла не менее 25 ударов по телу дочери. Там комната, одна комната, квартира, диван стоит, только она на диване лежала, вся в крови. Голова была сильная, избитая. Она выдвигала такую версию, что поскольку она не могла содержать ребенка, уехала от мужа из республики Башкортостан. И пыталась помочь якобы своей дочери путем лишения ее жизни. Отец отказался, она возила его к отцу. Написал, что ли отказную от нее на листочке, что она ему не нужна. Родственники дать никому не надо. Она решила либо в детский дом, либо убить. Она вину сознается, а ей нам раскаивается. Как она сказала, что мы должны быть с ней вместе. Если мы умрем в один день, то мы окажемся вместе в раю. И таким образом она после того, как она совершила преступление, еще пыталась совершить также суицидальные действия в отношении себя. Но у нее ничего не получилось. Кстати, реального наказания подсудимая, скорее всего, не понесет, так как медицинская экспертиза, проведенная сразу после трагедии, выявила у нее шизофрению. В настоящее время женщина проходит лечение в больнице номер один имени Кащенко. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова